Звыж 200 навыковцев из Беларуси и медики из Украины обменялись самым каштоуным опытом, как сберегать здоровье и заховать жизнь людям, которые покутают от сердечно-сосудистых захворываний. На базе шпиталя поспехово працует отделение, куда трапляют пациенты, которым до диагноза инфаркт альбо инсульт заставался у сего крок. После хирургического вмешательства риска прогрессирования хвороб значно снижается. На базе ГОСТа открыта школа инсульта. Ежемесячно собирается контингент людей, которым рассказывается о профилактике инсульта, о проблемах инсульта, как избежать этой проблемы, о лекарствах, которых необходимо принимать людям, чтобы себя ограничить от этой проблемы. Не глядяши на то, что колькость людей, которые перенесли инсульт альбо инфаркт, отрымалась крыху скоротить, проблем еши достатково. Наприклад, коли урачи лечат симптомы, они шукают першу причину погаршения здоровья пациента. А лец у додейной пилюли неяснуе. Коли сподеваться только на силу леков, можно стратить самое головное – час. Навучить районных урачов правильно диагностировать и вести хворых с кардиологичными проблемами – задача номер один. У нас уменьшилось число инсультов в трудоспособном возрасте. И я считаю, что здесь вклад и нашей кафедры, и университета в том числе, потому что мы объездили все районы Мемчинской области и, в принципе, проговорили, проработали с врачами концепцию, как правильно лечить, как правильно вести пациентов, чтобы инсульт не произошел, не случился. Часто здравится так, что неожидание стоять у Чарзе у поликлиницы, и дрянное самоотчувание, промышать у людей ставить себе диагноз и навод подбирать лечения самостойно – разинтернет. Вера информационных технологий захопила не только молодь, а и больше сталое поколение. И зараз кожный сам себе урач. Более часто обращаться к врачам, ведь основная причина у нас – это плохая обращаемость пациентов к врачу. Обычно все сидят дома, что-то пытаются лечить самостоятельно, смотрят какие-то изменения в интернете. Вот хотелось бы предупредить, что там ничего не найдешь. Головное, нагадывают урачи, это простая профилактика. И займаться ее треба, когда человек еще абсолютно здоровый. Марина Северьянова, Валерия Гапанько, телеродокомпания «Гумер».